В этом году ЕГЭ начнется с тренировочных мероприятий. 29 и 30 июня педагоги будут проверять технику, тестировать цифровые и электронные системы, в том числе и видеонаблюдения. Детей к этим мероприятиям привлекать не будут. Основной период ЕГЭ пройдет с 3 по 23 июля. 24 и 25 июля – это резервные дни. Кроме того, с 3 по 8 августа запланирован дополнительный период. Возможность для тех детей, у кого по основному периоду совпали, предметы, или тех, кто не смог сдать экзамен по уважительной причине в основной период. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, самый массовый экзамен по русскому языку будет проходить 2 дня. В этом году этот предмет сдают 12 700 детей. Всего экзамены будут сдавать более 13 300 школьников. Начиная с 22 июня совместно с органами Роспотребнадзора и Минздравом каждый день будет вестись карта контактов. Детей и педагогов, контактировавших с коронавирусными больными, к экзаменам не допустят. Для данных детей, ну, организаторов, понятно, мы просто меняем на резерв, который у нас, в принципе, обеспечен в достаточном количестве. Для абитуриентов это возможность в дальнейшем сдать экзамен в резервные дни или в дополнительный период. Сама процедура сдачи единого государственного экзамена тоже будет иметь некоторые особенности. Увеличили количество аудиторий, в которых будут проходить экзамены. Это связано с соблюдением социальной дистанции в кабинетах. В пять раз больше станет в этом году онлайн-наблюдателей. Увеличат и количество организаторов ЕГЭ. Всего предполагается, что у нас в организаторах будет задействовано более 6 тысяч педагогов. Это примерно на 1100 человек больше, чем у нас идет обычно. Сергей Злобин попросил родителей обратить внимание на состояние здоровья их детей. Если ребенок плохо себя чувствует, не надо рисковать, так как есть возможность сдать ЕГЭ в дополнительный период. Пресс-конференция проходила в официальном паблике Министерства образования, науки, молодежной политики Нижегородской области ВКонтакте. Поэтому все желающие могли задать вопрос министру и получить подробный ответ. Елена Грязкова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.